Ночью на юге ВСУ поразили 11 целей оккупантов. Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и военную технику оккупантов. В частности, в ночь на 29 апреля ВСУ поразили 11 целей врага. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на оперативное командование ЮГ. В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника. Потери уточняются, говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация в нашей зоне ответственности остается стабильно напряженной. В частности, на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины оккупанты пытаются продвигать идею неотвратимости закрепления регионов под властью России. При этом, эта деятельность успехов не имеет, ведь местные оказывают отчаянное сопротивление, несмотря на разгон митингов запугивания и подворовые обходы оккупантами. Готовя очередную фейковую картинку для пропагандистского телевидения, оккупанты пытаются сагитировать ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая, сообщает командование. Населенные пункты Николаевской области, откуда российские захватчики отступили, продолжают страдать от их же обстрелов. Оккупанты боятся подхода ВСУ, поэтому ударяют по мирному населению. Кроме того, в Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия, корабельные группировки врага контролирует северо-западную часть Черного моря, блокируя судоходство. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. Также вероятно атака стратегической авиации, сказано в сообщении. Ранее мы сообщали, что ВСУ на южном направлении отбили несколько атак и уничтожили два склада боеприпасов. Также мы писали, что ВСУ отбили вражеские атаки на юге Украины. В результате оккупанты потеряли 48 солдат и 13 единиц техники. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков, в группах РБК Украина в Телеграм и Вайбер. Присоединяйся, победа будет за нами. Слава Украине!